Третий международный тотальный диктант на языках титульных народов Карачаева-Черкесии объединил более 150 площадок по всему миру. По традиции центрально является Качего имени Умара Алиева. Подробнее Алихан Лепшоков. Третий международный тотальный диктант на языках народов Карачаева-Черкесии направлен в первую очередь на сохранение и развитие национальных языков региона. Важно отметить, что в этом году приняли участие в этом мероприятии 5000 человек более чем на 150 площадках. С каждым годом география участников расширяется. В этом году диктант привлек внимание участников из Австрии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Исполняющий обязанности ректора Качего Утал Султан Узденов подчеркнул, что данная просветительская акция с каждым разом не теряет своей актуальности. С каждым годом значительное увеличение, очень серьезная динамика идет у людей, которые хотят писать диктант, а это значит, что обращают внимание на проблему сохранения языка, а через язык сохранению национальной свободности, культуры и народа. По традиции текст диктанта читают известные люди, представители народов Карачаева-Черкесии. В этом году правопрочтением выполнено представителем музыкального искусства. Так на карачао-балкарском языке прочитал народный артист Кабардино-Балкарии Алим Газаев. На Кабардино-Черкесском народный артист Адыгей Черемнахушев, заслуженный деятель культуры Карачаева-Черкесии Ачар Мирим Кулов и на Ногайском руководитель союза кинематографистов нашего региона Магомед Али Найманов. Сегодня я читал диктант на абазинском языке, на родном языке, в котором я глубоко почувствовал силу и значимость своего родного языка. Увидел в глазах людей радость, внимательность, насколько они воспринимают наш родной язык. Сюжетами текстов диктантов этого года стали культура и природные достояния мест проживания народов нашей республики, нашедшие отражение в произведениях классиков национальных литератур региона. Участники просветительской акции отмечали, что для них это возможность проверить свои знания родного языка. Диктант сам по себе, как вам сказать, достаточно интересный текст, он про наших стариков, про то, как они сидят на улице, про то, как я понимаю, мысль самого автора, что они чувствуют, что они, мол, хотят остановить время, что они смотрят на детей, с одной стороны и радуются, а с другой стороны хотели бы продлить это мгновение. Достаточно интересный диктант. Диктант проходил и на виртуальной площадке специального сайта, куда мог подключаться любой желающий. Но несмотря на прекрасную организацию, данная интернет-площадка была подвернута хакерской ботнет-атаке, из-за чего она не была доступна в течение трех часов. Но и это не помешало команде проекта оперативно связаться с координаторами абсолютного большинства площадок по всему миру и обеспечить трансляцию диктанта на альтернативной платформе Рутуб-канала КЧГУ. Алихан Ипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.